Продолжение следует... 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 После тех договоренностей, которые вроде бы как сторонами были подписаны. Здесь очень важный момент, что сейчас очень активно пытаются вернуться в данный процесс и АБСЕ, и Соединенные Штаты, и Франция, к которым Армения постоянно апеллирует. Вот возьмем нынешнюю ситуацию, нынешнего утра. Куда было обращено внимание премьер-министра Армении Пашиняна? Да, был звонок в Россию, но одновременно был звонок и во Францию. В Россию Макрону и в Соединенные Штаты, и предложение активно включиться АБСЕ обратно в процесс регулирования прозвучало достаточно однозначно. Фактически это приглашение войти на территорию конфликта представителям Европейского Союза, Соединенных Штатов, то есть мы понимаем, что это представители НАТО, которые, по мнению ряда политологов, ряда наблюдателей, пытаются организовать нынешний конфликт. То есть для них выгодно создать сейчас напряженность на Южном Кавказе, еще один такой фронт для России и включение туда вот этих международных сил, ну уж явно антироссийской направленности. С одной стороны. С другой стороны мы видим, как в Армении активизируются антироссийские силы, и на телевидении в СМИ все больше и больше раскручивается тема, что Россия предает Армению, Россия не готова воевать за Армению, и нынешний конфликт также будет использован в этом направлении. Или будет требование к России вмешаться в данную ситуацию на одной из сторон. Россия всегда выдерживает политет, Россия считает, что армянский народ, братский, дружеский народ для России, и азербайджанский народ также, братский, дружеский народ для России. У нас теснейшие связи с Азербайджаном, и выступать в данном конфликте на одной из сторон, это то, что меньше всего России сейчас нужно. Но требовать от России участия, да, сейчас будут, с понятными последствиями. Если Россия выступит на одной из сторон, на армянской стороне, то, соответственно, на стороне Азербайджана будет выступать Турция, и, фактически, это прекращение всех мирных возможностей взаимоотношения с Турцией, взаимоотношения на Черном море, взаимоотношения по использованию проливов, которые есть сейчас. Одновременно это обнуление ситуации, мирной ситуации на Каспии, фактически срыв саммита ШОС, который запланирован на этой неделе, и где должен участвовать и президент Азербайджана Алиев, и президент России Владимир Путин, они должны там встретиться. Вот время для данной провокации выбрано очень удачно. А кем выбрано? Я, судя по вашему монологу, поняла ваше мнение, но хочу, чтобы вы его озвучили. Кем выбрано вот это время? Я считаю, что это, конечно же, наши партнеры из рубежа, наши партнеры из Западной Европы и Соединенных Штатов. Да, срыв саммита ШОС, прекрасно, давайте это организуем. Давайте втянем в данный конфликт одну из стран НАТО. Да, конечно, поставим Россию перед необходимостью участия в боевых столкновениях на два фронта, и на Украине, и на Южном Кавказе, да, прекрасно. Вот разработано, рассчитано очень хорошо, очень активно. В этом отношении, да, у России там позиция четкая и ясная. Россия военным путем вмешиваться в конфликт, наверное, не будет, и это никаким образом не соответствует российским интересам. Прекращение напряженности, да, это то, чего нужно добиться. Фактически утром это уже получилось. Там в 8 утра договорились прекратить перестрелку, в 8.15 она была остановлена. Вот сейчас задача, чтобы между сторонами опять наладился диалог, и вот эта напряженность не снялась. Дмитрий Владимирович, ну как вы думаете, Москве все-таки вот в этой очень непростой ситуации удастся выдержать нейтралитет, или все-таки какие-то шаги придется предпринять? Ну, России нужно выдерживать нейтралитет, предпринимать шаги однозначно на одной из сторон, да, неважно на какой, это полностью разрушить ту архитектуру вот мирного взаимодействия, которое сейчас на Южном Кавказе существует. Вот ни в каких интересах России это не стоит, еще раз, открывать второй фронт для России здесь, но это усугублять и так достаточно сложное положение. А есть ли у вас вообще понимание того, насколько вот такое положение, как сейчас, может затянуться, если исходить из каких-то предыдущих вооруженных столкновений между Арменией и Азербайджаном? Таких столкновений было огромное количество, и большинство из них заканчивались достаточно оперативно. Там иногда хватало нескольких часов, иногда хватало нескольких дней, но в большинстве случаев к длительному конфликту это не приводило, да. Вот единственная ситуация за почти 30 лет – это 44-дневная война, которую Азербайджан успешно выиграл. Здесь нет необходимости такой войны ни для одной из сторон, да. Друг против друга воевать никто не будет, Армения одна воевать не собирается. Задача втянуть в эту войну Россию. Россия, наверное, бог даст, на это не пойдет. Мудрости в наше руководство наверняка хватит. Поэтому сейчас задача все-таки, да, начать реализовывать те соглашения, которые подписаны. На мой взгляд, конечно же, Армении, безусловно, было бы выгодно. Армении, армянскому народу было бы выгодно запустить вот эти транспортные коридоры, запустить логистическое взаимодействие и с Турцией, и с Россией, зарабатывать на торговле, которая может открыться и на армяно-турецкой границе, и на армяно-азербайджанской границе, на транспортировке российских грузов. Мне оказалась прекрасная возможность построить новую процветающую экономику Армении. Но политические амбиции говорят о том, что вот два года и никаких результатов. Все-таки вот эти реваншистские настроения достаточно сильны. В армянском обществе преодолеть вот эту боль по отрезанному куску, да, вот эта вот идея Великой Армении, которая будет расширять свои границы по потере контроля над азербайджанской территорией, которая десятилетия оккупировалась, это на самом деле тяжело, тоже это нужно понять. В Армении выросло поколение людей, которые считали, что Армения будет расти дальше, что война, которую они должны вести, они выигрывают. Выросло поколение с автоматом в руках. Для них это поражение действительно психологически очень тяжелое. И попытка хотя бы поставить под сомнение договоренности 10 ноября, она постоянно возникает. А дальше, давайте пересмотрим, может быть, раскручиваем все обратно. Это очень опасно. Будем смотреть, как будут развиваться события, что нам еще остается. Спасибо, Дмитрий Владимирович, вам большое за беседу и за развернутые ответы. У многих все стало на свои места. Я напомню, что с нами на связи был политолог Дмитрий Солонников. Говорили мы об обострении конфликта на армяно-азербайджанской границе. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.